Он сокрушал пантеру и тигра в годы Великой Отечественной войны. Легендарный танк Т-34-85 впервые реставрирует. Сохранившийся в оригинальной комплектации, он десятилетиями ржавел под открытым небом. 73-летнего старичка даже планируют завести. Подробнее Ольга Медведь. Фамилия неизвестного солдата, а может быть техника, десятилетиями пряталась под слоями краски. Предположительно, это подпись последнего человека, который работал или служил с 32-тонным зверем. Надписи, выцарапанные на башне танка Т-34-85, пока загадка для специалистов, как и цифровой ряд на лобовой броне. Т-34-85 ни разу не реставрировался с момента его сборки на заводе, а это, если верить маркировке, 1945 год. Обновлялся только фрагментарно. За период нынешних работ обнаружено около пяти слоев краски разных цветов и времен. У танка даже собственный оригинальный двигатель. За время нашей съемки по обнаруженным на корпусе цифрам стало известно, что сделан Т-34-85 на 183-м уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле. После его история неизвестна, вплоть до 1972 года. Тогда боевая машина попала на ремонтную базу в Уручье, а еще спустя семь лет стала экспонатом. Танк стоял у старого здания музея Великой Отечественной, а при переезде в новое помещение у Стеллы его отправили в Станьково на экспозицию военной техники под открытым небом. Мы постоянно сталкиваемся, какие-то детали. Ладно бы просто заржавели, закисли, мы бы их медленно, вдумчиво отмачивали, разрабатывали. Но мы приходим к крепежу и видим, что на всякий случай, чтобы куда ни сняли и не утащили, он точками заварен сваркой. Танку придают первозданный вид, очищают от следов времени до самого грунтового слоя. То, что танк наверняка участвовал в боевых действиях, говорят следы ремонта на некоторых деталях. Красили Т-34-85 даже не в привычной хаке, а в желтый цвет. Все открытия проходят в фотофиксацию, будут описываться историками и сохраняться будущим поколением. Детали никакие не меняются, так как это оригинальные вещи, и фары, и баки, что вы видите, все это будет ставиться назад. Немножко мы их подровняем, подреставрируем, внешний вид. А что-то менять нет, ничего не меняется. Танк, которому более 70 лет, планируют завести. Сейчас команда из пяти человек пока на промежуточном этапе работ. Сдвинуть с места легендарный Т-34-85 планируют к концу августа, началу сентября. Ольга Медведь, Владимир Тиханович, агентство теленовостей.